Ольга Владимировна Косивцева, она будет выступать с докладом «Введение пациентов с диабетической автономной нейропатией в период пандемии». Ну, я еще раз говорю, хотим мы того или нет, мы все равно будем возвращаться к вопросам, связанным с ковидом. Вот, вы уж меня извините, я буду иногда делать вот так, потому что у меня какие-то мушки летают. Ну, что делать? Природа, друзья мои, природа. Поэтому не совсем академично, но, пожалуйста, Ольга Владимировна. Да, добрый вечер, уважаемый Павел Андреевич, добрый вечер, уважаемые коллеги. Фон у нас действительно сегодня очень прекрасный. Голоса птиц, они всегда действуют очень умиротворяюще и повышают фон настроения. Уважаемые коллеги, мы действительно сейчас живем с вами в очень непростое время. Но во всем мире говорят о пандемии новой коронавирусной инфекции, которая вызывает вот такой острый респираторный синдром. И, конечно же, мы постепенно накапливаем опыт ведения таких пациентов. Мы знаем, что новая коронавирусная инфекция, она крайне разнообразна, ее проявления. И эти проявления могут быть абсолютно от бессимптомных форм. К счастью, бессимптомные или легкие формы переносят большинство пациентов. Но и заканчивая крайне тяжелыми состояниями, которые могут заканчиваться летальными исходами. И сейчас уже накоплен большой объем данных, который накапливается практически со всех стран, который показывает, что наиболее тяжелые формы новой коронавирусной инфекции переносят в основном пожилые пациенты, а также пациенты с сопутствующими заболеваниями. И одним из таких заболеваний, который повышает тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, является сахарный диабет. Я не буду сейчас приводить данные различных, статистических данных, которые показывают прямую корреляцию между пациентами с сахарным диабетом и тяжелыми течениями вот новой коронавирусной инфекции. Ну, а нас, конечно же, как неврологов, ну и, естественно, вас, как терапевтов, которые также встречаются с нашими неврологическими осложнениями сахарного диабета, наиболее ярко интересует диабетическое поле невропатия. Ну, практически половина пациентов с сахарным диабетом, как первого и второго типа, страдают диабетической поле невропатии. Причем ранее расценивалось, что неконтролируемая гипергликемия может приводить к диабетической поле невропатии. Но сейчас уже четко доказано, что гипергликемия может приводить к диабетической поле невропатии только при сахарном диабете первого типа. А вот при сахарном диабете второго типа, к сожалению, здесь главным и решающим вопросом является время и длительность течения сахарного диабета. То есть при длительном течении сахарного диабета практически у каждого человека в свое время образуется диабетическая полинавропатия. Сама по себе диабетическая полинавропатия, она не так страшна. Нас, как неврологов и вас, как терапевтов, конечно же, настораживает осложнение диабетической полинавропатии в виде диабетической стопы, диабетической автономной невропатии, ну и ее грозном осложнении кардиальной автономной невропатии. Диабетическая полинавропатия, она в принципе похожа на другие виды невропатии, но ее единственным отличием является то, что у этой полинавропатии всегда страдает микроциркуляторное русло. Дело в том, что у пациентов с сахарным диабетом, особенно очень часто, это пациент, как правило, коморбидный, и сахарный диабет наиболее часто сочетается с гипертонической болезнью, изменяется микроциркуляторное звено. Страдает в основном внутренняя стенка сосудов по типу липогиолиноза и атерматоза. Ну и, конечно же, микроциркуляция, когда нарушается, то помимо биоэнергетических процессов, которые происходят у пациентов с полинавропатии, всегда еще есть нарушение микроциркуляции. А мы знаем, и у Павла Андреевича уже сказал, что при новой коронавирусной инфекции очень частые тромбозы, а также изменения стенки мелких артерий. Поэтому наиболее тяжело начинает при новой коронавирусной инфекции протекать и диабетическое полинавропатия. Для того, чтобы лечить диабетическую полинавропатию, нужно понимать патогенез. Дело в том, что полинавропатия в основном развивается при нарушении биоэнергетического обмена, в основном в теле чувствительного нейрона. Страдают митохондрии. Запускается очень сложнейший каскад. В основном играет здесь, конечно, очень важную роль продукты перекисного окисления липидов. Свободные радикалы, которые повреждают стенки митохондрии. И, конечно же, вот такой вот большой биоэнергетический процесс, который запущен у пациентов с диабетом. Он повреждает и тела чувствительных нейронов. А мы знаем, что в нервах у пациентов идет так называемый аксональный ток митохондрии от тела нейрона к наиболее каудальным отделам этих аксонов. Поэтому самые первые проявления диабетической полинавропатии всегда развиваются в наиболее дистальных отделах аксонов. И вы знаете клиническую картину этой диабетической полинавропатии. Она всегда дистальная и всегда симметричная. Так как аксоны в ногах наиболее длинные, то всегда полинавропатия начинается с ног. И после того, как увеличивается эта выраженность полинавропатии в ногах, всегда присоединяются кисти. Так как основные биоэнергетические процессы происходят в телах чувствительных нейронов, всегда чувствительные нарушения преобладают над двигательными. И, как всегда, повреждается в основном так называемая поверхностная чувствительность. Она преобладает над повреждением суставно-мышечного чувства. Когда мы видим, что у пациента есть нетипичное течение диабетической полинавропатии, мы всегда начинаем сомневаться о том, что это истинная диабетическая полинавропатия у пациента. Когда же начинать скрининг диабетической полинавропатии? Ведь наша задача как клиницистов, как неврологов, так и терапевтов впервые выявить как можно раньше диабетическую полинавропатию, чтобы начать патогенетическое лечение. Мы не можем вылечить пациента с диабетической полинавропатией, но мы можем замедлить прогрессирование диабетической полинавропатией. И чем раньше мы начнем свои терапевтические действия, тем лучше погруз для пациента. Конечно же мы в основном начинаем диагностировать диабетическую полинавропатию у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Сразу при установлении диагноза. Вот 17% пациентов к нам приходят с недиагностированным сахарным диабетом, но мы видим клинические проявления диабетической полинавропатии. И мы уже отправляем данных пациентов к нашим друзьям, эндокринологам и терапевтам, и они уже проводят коррекцию пациента. Ну и после пациентов с диабетом 1 типа примерно через 5 лет. В большинстве случаев достаточно уважаемые доктора клинической оценки. Типичное вот такое проявление диабетической полинавропатии. Ну и проведение, конечно же, как единственного метода, это электронейромиография. Как правило, биопсия, она возникает в очень сложных случаях, либо, ну, с точки зрения научной. Как я уже сказала, сама полинавропатия, она не так сильно беспокоит пациентов, а беспокоит больцевой синдром, который снижает значительно качество жизни. И вот с болевым синдромом мы всегда должны справляться. И он практически бывает у каждого третьего пациента. К сожалению, чаще у женщин. И здесь обсуждается роль эстрогенового фона у пациента. И, конечно же, с этим болевым синдромом мы должны справляться. Вот на данном слайде я вам хочу провести одно очень данное одного очень крупного исследования. На самом деле это исследование проводилось у женщин, которые находились на заместительной гормональной терапии по поводу менопаузы. Но эта заместительная гормональная терапия, она оценивалась именно с точки зрения заболеваний сердца у пациенток. Но и в ходе этого исследования было выявлено, что у женщин в постменопаузе как с сахарным диабетом первого типа, так и второго типа заместительная гормональная терапия уменьшает клинические проявления диабетической полиневропатии. Конечно же, это утверждение сейчас требует дальнейшего изучения. Пока это вот только данные достаточно крупного исследования, которое включало больше тысячи женщин. И данные авторы, они рассматривают и дискутируют о том, что вероятнее всего пациентки корректируют факторы риска. У них нормализуется липидный обмен. Ну и кроме того, они начинают принимать определенные лекарственные препараты, которые обладают антиоксидантным действием. Когда мы ставим пациенту диабетическую полиневропатию, мы практически сразу же должны начинать лечить пациента. И лечение, оно строится на следующих столбах. Конечно же, это и теологическое лечение. Конечно же, на знаниях основы патогенеза мы должны проводить патогенетическое лечение. И симптоматическая терапия в основном включает в себя избавление пациентов от боли, если у него есть болевая форма диабетической полиневропатии. Как я уже говорила, что, к сожалению, роль гликемического контроля, она играет очень малую роль у пациентов с сахарного диабета второго типа. Вот на данном слайде представлены метаанализы четырех исследований с участием более шести тысяч пациентов. Только длительность сахарного диабета играет очень важную роль для появления у пациента диабетической полиневропатии. Ну, хотя у пациентов с сахарным диабетом прослежена роль гликемического контроля. Вот если мы видим пациента с уже имеющимся диабетической полиневропатией в анамнезе, и у пациента резко мы увидели ухудшение этой диабетической полиневропатии, то мы всегда должны протестировать пациента на дефицит витамина В12, особенно пациенты, которые принимают метформин. Вот по данным статистики, примерно через пять лет у 20% пациентов обнаруживается низкий уровень витамина В12. У таких пациентов, как правило, начинает преобладать нарушение суставно-мышечного чувства. Тогда, конечно же, мы должны либо поменять лекарственный препарат метформин у пациентов, либо восполнять дефицит витамина В12, и это замедлит прогрессирование диабетической полиневропатии. И еще очень важный аспект, на который нужно обращать внимание. При резком снижении глюкозы крови, когда у пациентов есть очень такие эпизоды, частые гипогликемии, у пациентов резко прогрессирует диабетическая полиневропатия. Особенно прослежено это у женщин. Поэтому не нужно стремиться к резкому снижению уровня сахара крови, а нужно постепенно, как мы действуем с вами, с артериальной гипертензией, как пациент, который длительно страдает гипертонической болезнью и адаптировался к уже высоким цифрам артериального давления, мы постепенно, каждый месяц снижаем по чуть-чуть артериальное давление. Это этиологическое лечение. Переходим с вами к патогенетическому лечению. Конечно, себя очень важно показали коррекция сосудистых факторов риска. Очень важный фактор к приведению пациентов. Вот, к сожалению, наши пациенты не любят менять образ жизни. Они хотят получать какие-то лекарственные препараты. Но мы должны пациенту обязательно рассказать про коррегируемые факторы риска. И чтобы пациент старался их соблюдать. В качестве патогенетического лечения, как я вам уже сказала, так как при диабетической полиневропатии в основном развивается нарушение биоэнергетического обмена, свободные радикалы травмируют, то есть запускается целый очень сложный механизм оксидантного стресса, то оправданы применения патогенетические антиоксидантов. Во все ведущие европейские рекомендации включена теоктовая кислота, альфа-липоевая кислота. Также эта кислота включена в FIDA. FIDA зарегистрирована как приведение именно пациентов с диабетическими различными полиневропатиями. Также средства, улучшающие микроциркуляцию. Как говорил Павел Андреевич, при ковиде действительно сейчас наблюдаются тромбозы, и поэтому назначение антикоагулянтов в условиях нашей сегодняшней действительности обязательно должно быть. При коррекции сосудистых факторов риска я не буду долго останавливаться. Вы все их прекрасно знаете, но это еще раз хочу повторить. Очень важное звено приведения наших пациентов с диабетическими полиневропатиями, особенно коморбидных пациентов, пациентов, сочетающих с себя гипертоническую болезнь и сахарный диабет. Как у нас вообще воздействует теоктовая альфа-липоевая кислота? Это антиоксидант, который уменьшает окислительный стресс и также вызывает уменьшение болевого синдрома. Причем ведущие европейские рекомендации в начальных стадиях диабетической полиневропатии рассматривают данную теоктовую альфа-липоевую кислоту даже в качестве самостоятельного лечения. Оптимальная дозировка составляет, как правило, 600 мг в сутки. Вот на данном слайде я не буду перечислять все основные исследования, с которыми вы можете познакомиться по изучению воздействия теоктовой альфа-липоевой кислоты при введении пациентов с сахарным диабетом и диабетической полиневропатии. Причем эта теоктовая кислота применяется, начиная от бессимптомных форм диабетической полиневропатии, заканчивая диабетической полиневропатии с выраженным болевым синдромом. Ну и в Российской Федерации представлено один лекарственный препарат, это берлитион. Один из лекарственных препаратов альфа-липоевой кислоты теоктовой, это берлитион. Как воздействует вообще данный лекарственный препарат? Как я уже сказала, это воздействует на оксидативный стресс, инактивирует свободные радикалы, ну и также восстанавливает энергетический обмен в теле нейрона, который нарушен особенно в теле чувствительного нейрона. Вот на данном слайде представлен метаанализ также нескольких исследований. Пациенты с диабетической полиневропатии со всеми ее проявлениями принимали альфа-липоевую кислоту в дозировке 600 мг на протяжении нескольких месяцев. И по всем практическим показателям отмечалось снижение выраженности диабетической полиневропатии. Препарат производится берлитион в Германии, соответствует всем абсолютно стандартным качествам. Если препарат производится, вы покупаете упаковку в 300, ну тогда по 2 ампулы должны вводиться препараты пациенту. Ну и дозировку вам все хорошо известно. Как правило, мы делаем внутривенное введение данного лекарственного препарата в дозировке 600 мг в сутки на протяжении где-то 2 недель. Флакон обязательно нужно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы не было воздействия света. И далее переходим на таблетированную форму, на таблетированную форму также 600 мг, но уже на протяжении 3-4 месяцев у пациентов. Кстати, переносимость данного лекарственного препарата очень хорошая. Вот есть данные, которые показывают о том, что назначалась альфа-липоевая кислота препарат берлитион на таблетированной форме на протяжении 4 лет и хорошо абсолютно переносилась пациентами. Таким образом, данный препарат включается в основные европейские ведущие рекомендации. Я сейчас не буду их все перечислять, но здесь представлены одни из последних клинических рекомендаций немецкого неврологического общества и может назначаться смело всеми врачами, включая врачей-терапевтов и врачей-неврологов, при выявлении у пациентов диабетической поли-невропатии у пациентов с сахарным диабетом. То же самое, уважаемые коллеги, касается и антидепрессантов. Врачи-терапевты имеют право назначить антидепрессанты, если у пациента имеется болевая поли-невропатия. Именно антидепрессанты и антиконгульсанты, они помогают пациенту избавиться от этой нейропатической боли. Нестероидные противовоспалительные препараты здесь не работают. Но обращу ваше внимание, в инструкции только у амитрептилина и у долоксетина прописано применение как в качестве хронического избавления пациента от хронической боли. И эффективна всего лишь самая минимальная дозировка. Вот если амитрептилин, то 25 мг на ночь. Повышение дальнейшей дозировки, оно не приводит к повышению противоболевого эффекта. Но вот абсолютно другой эффект у антиконгульсантам. Здесь мы всегда начинаем с минимальных дозировок и повышаем дозу антиконгульсантов до эффективной противоболевой дозы, когда пациент избавляется от этого болевого синдрома. И, конечно же, в данном случае, как я уже сказала, врачи-терапевты могут назначать эти лекарственные препараты. Почему не помогает противоболевая терапия? Наиболее частые, типичные вопросы. Неправильно выбран препарат? То есть пациенту назначаются нестероидные противовоспалительные препараты. Либо если пациенту правильно назначили препараты, там антидепрессанты, антиконгульсанты, но неправильно обозначили длительность приема. Уважаемые доктора, длительность приема не менее двух месяцев. Иногда приходят к нам пациенты и говорят, я целых 10 дней принимала антидепрессанты. Мне они не подействовали. Либо недостаточная доза. Почему-то очень часто начинают назначать не таблетку амитриптилина, а делят ее пополам, либо по четвертушке. Дозировки должны быть нормальными, адекватными, соответствующими инструкциям. Ну и, конечно же, мы должны скринингом всегда оценивать пациентов на кардиальную автономную невропатию. Это, конечно же, чтобы выявить фиксированный пульс, основное проявление кардиальной автономной поля невропатии. Также осмотр стоп, оценка болевой и вибрационной чувствительности, чтобы мы заметили первые признаки формирования диабетических язв. Наиболее часто диабетические язвы формируются в области, на подошвенной стороне, в области большого пальца. Почему? При диабетической поля невропатии меняется, конечно же, кожа, она становится более сухой. У пациентов с диабетической поля невропатии все-таки есть легкая слабость смешостных мыслей. И меняется акт ходьбы, и область подошвенная в области большого пальца испытывает наибольшую нагрузку. Поэтому эту область всегда нужно осматривать пациентов при каждом визите у пациентов с сахарным диабетом. Ну и в заключение, уважаемые доктора, я бы хотела сказать, что, конечно же, сейчас весь мир направлен на изучение новой коронавирусной инфекции. И считается, как я уже говорила, что COVID-19 и сахарный диабет ассоциируются с очень тяжелым течением заболевания. Но на самом деле вот сейчас выдвинуты основные рабочие гипотезы, почему так происходит. На самом деле не сахарный диабет вызывает тяжелое течение COVID-19, а COVID-19, это опять же я говорю, это рабочие версии, которые сейчас обсуждаются в литературе. А COVID-19 вызывает именно тяжелое течение сахарного диабета, которое приводит к тяжелым метаболическим проявлениям. В основном это обсуждает диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние и тяжелую инсулинорезистентность у пациентов. И вот одни из публикаций, которые тоже сейчас появляются, я вот сейчас на данном слайде их представляю, ведущие учреждения тоже обсуждают наши российские о том, что возможно альфа-липоевая кислота также помогает защитить больных с сахарным диабетом от инфекции COVID-19. А тоже это рабочие гипотезы, они обсуждаются, но вот на данном слайде я вынесла вам основные вот такие обсуждающиеся моменты. Меняется внутриклеточный pH, да, это в основном работает как антиоксидант и снижает окислительный стресс. Усиливается защита вообще всех клеток от, соответственно, коронавирусной инфекции. Таким образом, в принципе, разумно пациентам с сахарным диабетом, особенно в условиях заболевания COVID-19, сразу же назначать альфа-липоевую кислоту, берлитион в нормальной дозировке 600 мг, но на протяжении достаточно длительного периода. Ну и в заключение, буквально заключительный слайд, одно очень интересное исследование, которое было проведено. Это рандомизированное, простое, слепое исследование, которое включало 17 пациентов с COVID-19. Эти пациенты были в критическом состоянии. Они были случайным образом распределены на группу. Первая группа пациентов получала альфа-липоевую кислоту в дозировке 1200 мг в сутки. Вторая группа пациентов была без получения альфа-липоевой кислоты. И вот результаты показали, что в группе пациентов, которые получали альфа-липоевую кислоту, здесь прослежена более низкая смертность. В группе с альфа-липоевой кислотой смертность составила, ну, выборка очень маленькая, я, конечно, понимаю, но на данной маленькой выборке 37%. А вот в группе пациентов, в группе плацебо, да, практически 77%. Поэтому, в принципе, оправдано назначение альфа-липоевой кислоты у пациентов с сахарным диабетом, а также с заболеваемостью COVID-19. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. Если есть вопросы или, Павел Андреевич, как вопросы сразу, потом с руководителями. Ну, обычно у нас, спасибо, да, спасибо за доклад. Обычно вопросы пишут, пожалуйста, пишите. Но вот я смотрю, что вопрос, не кажется ли связь с сахарного диабета с COVID преувеличенным и пугающим? Это из Киргизии. Все вопросы сейчас, конечно же, это обсуждается. Никто абсолютно не может утверждать. Но данные исследования, которые осматривают, прослеживают пациентов с COVID-19, показывают, что значительно тяжелее протекает COVID-19 именно у пациентов с сахарным диабетом. Но, как я вот уже сказала в конце своего доклада, не сахарный диабет усиливает течение новой коронавирусной инфекции, а новая коронавирусная инфекция утяжеляет течение сахарного диабета, приводя к таким вот тяжелым метаболическим нарушениям. Это рабочие версии. Мы сейчас только накапливаем все эти данные, поэтому это абсолютно рабочие версии. Это для обсуждения. Понятно. Значит, у меня вот такой вопрос про метформин. Вы сказали, что он снижает витамин В12. Всасываемость, да. Это что, частая патология? Да. У пациентов за пятилетний период приема метформина, у 20 практически процентов пациентов отмечается низкий уровень витамина В12. А мы знаем, что уровень, мы неврологи знаем, что низкий уровень витамина В12 приводит к так называемым заднестолбовым нарушениям, фуникулярному миелозу, а также нарушению и утягощению течения диабетической полиневропатии. Метформин нарушает всасывание витамина В12 в кишечнике. Ну, я почему задал вопрос, потому что в инструкции написано, что это очень редко. Вы говорите 20 процентов. 5 лет 20 процентов. Ну, это 5 лет 20 процентов, это значит, что 100 процентов нарушена всасываемость, я вам по секрету скажу. Потому что, значит, от момента прекращения всасывания витамина В12 до развития дефицита витамина В12 как раз проходит 5 лет. Да, то есть это тотально у всех действительно реально нарушается всасывание, раз вы у 20 процентов видите клиническую картину. Ну, интересно. В отношении, ну, дайте вопросы, друзья мои, что ж мы так это... Значит, что касается ковида и сахарного диабета, мы здесь много раз обсуждали и с господином Редькиным, который никак не выйдет у нас сегодня в эфир. Значит, здесь несколько, я думаю, что здесь несколько аспектов просто, все в одну кучу сваливается и поэтому, может быть, возникают вопросы. Значит, сахарный диабет утяжеляет любое тяжелое заболевание, да. Вот, слушай, ковид, шмавид, инсульт, инфаркт в любом тяжелом заболевании, дополнительное присутствие сахарного диабета, это всегда фактор риска осложнений. Что мы тут обсуждаем? Значит, если при ковиде развивается патология, связанная с ДВС-синдромом, с полиорганной недостаточностью, сахарный диабет вам всегда добавят. Это 100%. Гадалки не ходишь, что называется. Другое дело, вызывает ли сахарный диабет сам по себе утяжеление течения ковида? Вот, ну, тут, наверное, можно это пообсуждать, да. Мы, честно говоря, этого не видим, хотя тяжелые диабетические комы даже у нас были у больных довольно с таким легким течением, ну, относительно легким течением диабета. То есть, сказать, что этого нет, я тоже не могу. Ну, сказать, что это четко, статистически там доказано, ну, действительно надо много материала набрать, чтобы, ну, и кроме того, распределить, о ком мы говорим, потому что ведь очень много больных с легким течением ковида, с малосимптомным, бессимптомным и так далее. Таких, на самом деле, я думаю, что процентов 95 среди общей популяции ковидных больных. Поэтому можно легко увеличить количество заболевших, про которые нам говорят в Роспотребнадзоре в 10 раз, и мы получим примерную цифру переболевших. Вот. И сейчас, кстати говоря, когда начали делать антитела, многие вдруг говорят, а что это у меня антитела? Я вроде не болел. Антитела есть, таких тоже очень много. Вот. Добавляет ли, еще раз повторю, суда сахарный диабет тяжести в легкой стадии, не знаю, не могу сказать, данных таких нет. Так, при оболеторном... Павел Антитович, я тут вот еще один вопрос увидела. Да-да, я хотел просто читать. При оболеторном лечении ковид-19 у пациентов с сахарного диабета второго типа, какова эффективность назначения таблетированной формы альфа-липовой кислоты без стартовой внутривенной дозы? Ну, уважаемые коллеги, да, в эпоху ковида все наши, конечно же, дневные стационары были закрыты. И, конечно же, вообще оправдано назначение сразу же таблетированной формы. То есть не обязательно вначале... Если есть возможность вначале проводить внутривенные инъекции, прекрасно, но можно также начать и с таблетированной формы. Только длительность приема данного лекарственного препарата будет немножко больше, чем если мы при этом начнем с внутривенных инъекций. Ну, вот следующий замечательный подход, за который я бы убивал. Всем диабетикам циадокаблобин внутримышленный номер 10 один раз в год и не будет проблем. Ну, ваш комментарий сначала неврологически, потом гематологически. Значит, я тоже считаю, что это не совсем правильная тактика ведения. Вернее, я даже бы сказала, что я в этом уверена. Дело в том, что у нас есть определенные нормы содержания витаминов. Я сейчас возьму все группы витаминов В. Не касается только там, да, В12, В1, а вообще всей. У нас есть как дефицитарное состояние, которое нужно восполнять. Есть абсолютная норма и есть гиперсодержание, вот это высокое содержание витаминов, различных витаминов группы В. Так вот, содержание высокой витаминов группы В, это тоже не очень хорошая ситуация у пациентов с различными заболеваниями. Цифры надо посмотреть по правильный подход. Есть дефицит, мы восполняем. Очень просто. Да, значит, я скажу с другой позиции. Перенциозная анемия, В12, дефицитная анемия, относится к злокачественным заболеваниям по течению. Потому что от момента диагностики до момента смерти проходит 2-3 недели. В этот период надо уложиться с диагнозом и начать лечение. Смерти лично я видел от дефицита витамина В12. Поэтому это не шуточки. Это вам не В1 или В6 даже и так далее. Если вы будете по такой схеме проводить некую профилактику витамином В12, то вы пропустите дефицит реальный. Ну, сделает пациент 2 раза, 3 раза, может быть, он сделает, а потом бросит. Ну, это же не молодые люди-то. Ну, что они будут колоться ходить лишний раз? Не будут они. Пройдет 5 лет, разовьется сперенциозная анемия, и больной отправится на тот свет. Кто виноват? Доктор, назначивший профилактику. Это парадоксально? Нет, ничего подобного. Надо понимать, что мы имеем дело с низкокомплоентными пациентами. Вообще диабет отличается низкой комплоентностью. А в пожилом возрасте тоже свои проблемы. Поэтому не надо искать простых путей. Я абсолютно тут неожиданно согласен с неврологом, потому что обычно именно на этой почве у нас есть разногласия, что есть дефицит, колите, нет дефицита, друзья мои. Не надо лазить просто так. Не надо просто так, вы просто заретушируете картину. А при прочих других полинеэропатиях витамин В12 абсолютно бесполезен, он не работает. Он работает только, когда есть дефицит. Так, наблюдались ли случаи утяжеления течения сахарного диабета в поздние периоды после ковида, как поздние осложнения? Ну, я думаю, что на этот вопрос, конечно, больше меня ответят врачи-эндокринологи. Но, насколько я понимаю, утяжеление сахарного диабета наблюдается при ковид-19 только в острейший период, в период заболеваемости. Когда уже организм справился с вирусом, да, то есть прошли все воспалительные реакции, ну, то я, по крайней мере, все пациенты, которые вот наблюдались у нас, мы не видели каких-то поздних осложнений ковида. Ну, поздних осложнений полно, постковидный синдром, слава богу, есть. Именно сахарного диабета. Ну, вот один случай у нас есть в постковидном синдроме. Там не очень понятно, что было, что произошло, но закончилась эта все тяжелейшая гипергликемия. С трудом в реанимации вытаскивали. Я ни на что не утверждаю, не претендую, потому что случай не очень ясный, мы дистанционно взаимодействуем, поэтому мне трудно что-то сказать. Так, может ли быть ковид причиной развития аневризма сосудов головного мозга при сахарном диабете второго типа? Ну, чисто с точки зрения патогенеза, то я тоже здесь не вижу патогенетических предпосылок к разрыву имеющейся аневризмы сосудов головного мозга у пациента. Ну, может быть, конечно, может быть. При ковиде такая болезнь, знаете, приятная. Если только декомпенсация будет основных каких-то заболеваний, гипертонической болезни, да? Да просто разрыв аневризма, может быть, может быть. Но это не обязательно будет осложнение, да, вот именно ковида. Да, я согласен. Хотя мы должны помнить о Кавасаки-подобном синдроме, он, правда, это скорее постковидный синдром, который протекает именно с аневризметическими поражениями крупных артерий, но к нему относятся, правда, в основном артерии сердешной области, да, но я думаю, что вполне может быть поражение мозговых артерий с их разрывом, потому что это как раз тема вот ковосаки-подобного синдрома. Кстати, мы очень много видим аневризм венозных у больных с постковидным синдромом, поэтому теоретически это возможно. Связи, я думаю, что такое просто пока не описано, не отмечено, но надо наблюдать. Так, влияние альфа-липои кислоты на содержание железа. Это уже к следующей теме, я не очень понимаю, она как-то на железо развлияет? Если честно, я ни разу, нигде в литературе не встречала взаимосвязь, да, приема альфа-липои кислоты, чтобы как-то взаимодействовало с уровнем железа, да? Или тут имеется в виду прием одновременно альфа-липои кислоты? Не могу вам сказать, что имеется в виду, написано вот вопрос, но я думаю, что это не связано. Во всяком случае, я тоже никогда такой ассоциации не слышал. В аптеках нет витамина В12. Почему? А потому что дешевые препараты у нас в аптеках не продаются. Это, к сожалению, большая беда. Я выступал недавно в Государственной Думе по этому поводу. У нас десятки препаратов исчезли из продажи, потому что они дешевые, на них не повышалась цена, и их производство становится дешевле, чем продажная цена. А по нашим законам эти препараты с регулируемой ценой. И обратной дороги нет. И вот мы имеем то, что имеем сейчас. Действительно, витамин В12 нет в аптеках. Не было много лет преднизолона. Сейчас вроде появился. Поэтому проблема есть, но она связана с государством. Это вот удивительное дело, да? Но в данном случае государство виновата впрямую. Так, лечат ковид люди витамином В12. Нет, это ответ, видимо, почему нет в аптеках. Нет, это не так. Это было раньше. Ну, тут что-то спасибо. Надо продолжить наблюдение динамики. После того не значит вследствие того. Но это понятно. Это мы уже обсудили. Ну, хорошо. Тогда, если больше вопросов нет... Продолжение следует...